На канал The Get поступил такой вопрос. Человек пишет, насколько опасно сквирнословие. Он говорит, что сквирнословие за рулем. Опасно ли это для души? Все скверное опасно для души. Потому что все скверное, все нечистое возбуждает душе большую нечистоту. Он, подобно как вирус, который проходит в сердце человека, который касается, такой духовный вирус нашей души, и душа наша заражается греховной болезнью. Здесь и осуждение, здесь и ропот, возмущение. Ну и вообще, собственно говоря, сквирнословие касается всего самого святого. Против этого направлены эти слова. Поэтому сквирнословие, по сути говоря, то же самое богохульство. Даже само слово, матерное слово, как мы говорим, хула на мать, на все самое высокое. И хула на Божию Матерь, и хула на родную мать, и на все связанное самосокровенным, самозначимым в нашей жизни. Поэтому, соответственно, надо помнить о том, что сквирнословие – это богохульство. Сквирнословие – это такое святотатство, по сути говоря. И когда помнишь об этом, напоминаешь себе время от времени, то, конечно, эти слова сначала, если у кого-то они автоматически вылетают, то постепенно они перестают вылетать, потому что возникает к этим словам такое отвращение. Надо воспитать у себя отвращение к этому, ко всему скверному, к скверному слову, как к некой мерзости. И если человек отвращается от чего-то, то, конечно, сердце уже к этому практически не тянется, и всякая привычка, она уходит. Что касается езды за рулем, то надо помнить, что мы должны быть христианами не только в обычной жизни, но и на дорогах. На дороге всегда можно поступить по-христиански, всегда можно кого-то простить, кого-то пропустить, при кем-то посмиряться. Никогда не надо никого учить, никогда не нужно никому ничего показывать, что он не прав. Лучше показать добрый пример, христианский пример. И тогда и сама дорога, она станет не просто местом, где мы проводим, кстати, немало времени. И нам кажется, что это такое место совершенно необязательное, неважное для нашей жизни. Нам главное доехать до какого-то пункта, до какой-то цели. Но нет, это тоже жизнь, это часть нашей жизни. И пусть эта часть нашей жизни будет такой же святой, будет такой же благочестивой, как и все остальные направления. Как и все остальные наши задачи, которые перед нами стоят. И тогда мы будем приезжать после дороги не измотанными, не уставшими, а такими же бодрыми, такими же радостными, как мы бываем, например, и после доброго разговора, после совместной молитвы, после посещения церкви. Пусть Господь всегда будет с нами, не только в храме, не только дома, но и на дороге, когда мы находимся и за рулем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.